Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Днепропетровскую область. Программа была достаточно насыщенная. Глава государства принял участие в открытии школы в поселке Солёное и проинспектировал строительство объездной дороги. Подробнее Елена Миндалюк. Почти за 40 лет существования в школе номер один города Солёное ни разу не проводился капремонт. В прошлом году начали реконструкцию. Работы продолжались 11 месяцев. Теперь здесь учатся около 700 детей и не только из Солёного, ездят со всей области. У нас есть современные лаборатории, которые позволяют проводить исследования. В нашей школе створены все условия для людей с особой обеспечениями потребами. От старой школы остались только стены. Внутри все новое и современное. В классах мультимедийные доски, компьютеры. Вместо обычного стадиона настоящая спортивная база. Также у нас есть новая портативная метеостанция, про существование которой мы, честно говоря, даже не знали до этого времени. Сегодня в школу приехал президент Украины. Одним из главных приоритетов Пётр Порошенко назвал образование. Подобно школе в Солёном, учебное заведение реконструирует по всей стране, заявил глава государства. Также он отметил, что особое внимание уделяется и строительству украинских дорог. Сегодня Пётр Порошенко проинспектировал, как идут ремонтные работы на окружной Днепра. По словам президента, строительство стало возможным благодаря децентрализации и так называемому таможенному эксперименту, когда 50% от перевыполнения плана сборов идет на реконструкцию дорог. Перш за все, мы сегодня можем доказать, что то решение, которое было принято мною, о започатке митного эксперимента и начале кардинальной новой программы о дорожном строительстве, сейчас это втяжется в жизнь. Сейчас уже готово около 12 километров дороги сдать объект строителя, надеяться уже к лету. Мы в этом году очень хотим сдать полностью Запорожскую трассу. Запорожская область сдает свою. Вот впервые за годы независимости два крупнейших промышленных областных центра страны будут связаны ровной, прямой, нормальной дорогой европейского качества. Ближе к обеду в Днепре местные жители собрались на флешмоб, посвященный Дню Вишеванки. Более полутора тысяч человек, и это рекордное количество, выстроились, образуя карту Украины. Присоединился к ним и президент Петр Порошенко. С помощью разноцветных модулей выложили 13 узоров. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область.